Всем привет! Меня зовут Екатерина. Мой сад находится в Минской области. Пятая климатическая зона. Друзья, приглашаю вас прогуляться по саду в это воскресное утро. Покажу вам некоторые растения, которые уже готовятся к зиме. Посмотрим на гортензии. Давно не делала таких прогулок. Сама соскучилась. Столько дел, столько хлопот, приятных хлопот. Создаю сад свой давно и продолжаю наполнять его некими новинками. Надо же себя как-то баловать, как-то радовать. А по-другому никак. Каждое новое растение – это буря эмоций. Буря, вот эти хлопоты, посадка или пересадка, выбор места. Пусть и сложно это в таком достаточно взрослом саду, но все равно хлопоты, я скажу, приятные. И все время смотрю на своих войн и понимаю, почему они меня так увлекают. Во-первых, их декоративность круглый год. Во-вторых, неприхотливость. Не знаю, как у кого, я посадила и забыла. Они растут, не требуют особых каких-то хлопот с моей стороны, а только радуют. Подхожу, смотрю, делаю замеры приростов и так далее. А сколько уж оттенков зеленого, это просто не сосчитать. Вот, казалось бы, клумба, много разных войнных, зеленые просто. Но вживую, может быть, сейчас солнце искажает оттенки и цвета. На самом деле, все цвета зеленые разные. Вот это мой кипарисовик. Так я до него за этот летний сезон и не дошла. Это филифера голд нано, который нано, уже метр семьдесят высотой. Я хотела сделать с него деревце, но не получилось, не успела. То есть оголить ножку и сделать деревце. Да, растения растут, перерастают. Но хорошо, что хоть некоторые остаются любимыми и не надоедают. Потому что бывает так, что мы кого-то убираем из сада. А вот с этим сильнорослым растением надо что-то сделать. И пусть продолжает украшать мой сад. Мне так нравятся вот эти капельки. И он такой яркий зимой. Это фантастика. Когда пасмурно, солнца нет. Да, настроение тоже какое-то такое поникшее. И вот этот кипарисовик. Это просто сказка. Все порывалось пересадить. И смотрю на эту гортензию. Это Вимс Ред. Ой, нет, это Даймонд Руш. Да, Даймонд Руш. Очень яркая, такая красивая. Вот видите, у нее листик с пятнышками. Это ее такая особенность. Характерная черта. И я вот смотрю, ей так здесь понравилось. Она в других местах так не цвела, а такими огромными шапками. И сказать, что я ее тут как-то особо поливала. Да вообще не поливала. Она так далеко находится от моего шланга. Что бегать с лейками как-то я и не бегала. Вот. И смотрите, тут в тени взрослых растений. Этой гортензии комфортно. И влаги ей хватает. Очень красиво цветет. И я думаю, что делать. Хотела убрать. Показалось мне однажды, что она не вписывается. Но ей там так хорошо. А значит, надо что делать? Оставлять. Вышла на второе цветение розочка Матадор. Красная красавица. Яркая. Посмотрите, какая она чистая. Глянцевая листва. Вот такие розы должны украшать наши сады. У нас холодно. Да. Такие дождливые. И осень, и лето. Эта роза показала себя с хорошей стороны. Она устойчива к заболеваниям. Молодец. Здесь моя молодая посадка. Очень красивая ель. Лаки Страйк. Лаки Страйк. Покажу поближе. Вот с таким цветом иглы. У меня еще есть одна елочка, кстати. Моя чебурашка. Хочу вам ее тоже сегодня показать. Прогуляемся. И покажу вам. Мои можжевельники скальные. Стриженные. Роза. Раскинула здесь, как кустарник. Очень декоративно смотрится. И поздно она вышла на вторую волну цветения. Вся на бутонах. Вот только там несколько цветочков цветет. Все остальное на бутонах. Но еще обещают нам неделю теплоты. А потом белорусская холодная осень. Дождливая будет. Это дерен. Смотрите, какой красавец. Я же в этом году убрала у него очень много таких несущих побегов, стволов. Спилила от корня. Ой, их было, может, семь. Где-то ставила три. И смотрите, все равно какая копна, какая шапка наросла у этого дерна. Это шпета. Дерен шпета. Да. С желтой каймой. Ну и вот начинает розоветь от холода. Вот где-то. Вот видите, какой красивый. Такой большой нарос. Я очень-очень удивлена. Хочу оставить вообще одну ножку на следующий сезон. Так как подрастают здесь другие растения, видите, насаживаю. Много хвойных, новинок. Так. Это моя грин твист. Крохотулька. Посажена недавно. В конце лета, по-моему, вот у нее тоже хвоепад. Очень много иголочек меняется. Очень много. Ну, это карликовая сосенка. Очень красивая. Кучерявая игла у нее. Фантастической красоты. Мне очень нравится. Правда, малютка-прималютка. Но я ее вот и посадила в клумбу. Дабы не сделать ей плохо на газоне. Очень понравилась мне вот эта ель. Ель черная на она. Смотрите, какой у нее интересный сизый оттенок. А ведь я ее купила. Она была зеленая такая. Даже седоватая. Может быть, не хватало питания в горшке. Может, что-то еще. И вот как она преобразилась у меня в клумбе, друзья. Все-таки, ну, я добавила, конечно, удобрения. И вот она так, во-первых, распушилась. Приобрела более-менее такой круг. Да, и вот этот сизый налет. Красивый, очень красивый. Мне нравится. Мне нравится. Вот так. Здесь еще одна сосна. Молодая посадка уже окрасилась в желтый цвет. Это Афер. Афер. Ночью холодная. Утром было плюс восемь. Восемь утра. Можете себе представить, как холодно. Вот так. А это Айс Блю. Можжевельник. Красивый, правда. Такой яркий. Тоже такой голубой. И вот с сосной будут смотреться во взрослом состоянии в паре фантастически. Это моя клумба. Сильно изменилась. Когда-то здесь был розарий, друзья. Сегодня вот гуляю с вами по ней. Прогуляемся только по ней, потому что весь сад охватить в одном видео невозможно. Сделаю обзор той части в другой раз. А это сосна черная от Искомпакта. Невероятная красавица. Вот тоже у нее хвоепат. Так как сосна чистая, без болезней и вредителей, я прям ее хвою оставляю под ней. Вот этот опат. Подхожу, периодически чищу. Ну вот потому как... Пусть будет это в качестве мульчи. Вот смотрите, вот. В качестве мульчи это и красиво, так и природно. Сосна черная открывается одна из последних на свои свечечки. То есть она их вытянет, и свечки долго стоят на сосне. И до того, как появляются иголки, уже все, казалось бы, показали свои иголки и ели все. А сосна черная не спешит. Поэтому никогда не попадет под возвратные заморозки. Очень декоративная. Показывает, вот, почечки не прячет их. Насыщенный темный цвет. А это мои два пересорта. Вот так даже меня могут обмануться. Казалось бы, да? Ей же у меня туя де грудь спайр. Уже же знаю, как она выглядит. Выращиваю ее 10 лет. Нет, обманулась. Обманули и меня. Вот. Продали мне туя спиралис. Под названием де грудь спайр. Мне здесь нужны были такие две колонки. Узкие-узкие. Я-то и посадила их от забора. Сантиметров 60. Ну, так, чтобы был запас, думаю, во взрослом состоянии. Хотя бы там 10 сантиметров от забора. Видите, как получилось. А у меня спиралисы выросли. Вот так. Ой, птицы замолкли. Где делись? Улетели. Это ель сербская пендула. Пицца аморика пендула. Ну, смотрите, у нее все побеги смотрят вверх. Не знаю. Может, и не пендула. Или пендула. Очень интересная форма. Согласитесь. Ну, она такая красивая. Я к ней подхожу. Трогаю иголочки. Смотрю, во-первых, иголочки все мягкие. Их можно вот трогать. Щупать. Она не уколит, не поранит вас. Ни детей, ни животных. Вот такая сербская. Смотрите, какой голубой цвет. И рядом же зеленый. Вот переворачиваем, да? Ну, фантастика. Очень красивая ель. В этом году выдала мне прирост где-то около 40, но я думаю 30-35 сантиметров. Вот эта вот макушечка. Я ее фиксирую, конечно, к опоре. Это уже опять-таки второй прирост она мне дала. Рядом еще один лидер стремится вверх. Ну, и вот так она как-то. Один побег в сторону, второй вверх. Такая играющая, танцующая. Какая-то такая танцующая ель. Ну, мне она нравится. Я очень довольна, что ее приобрела. В следующем году должна стать повыше, преобразиться. Здесь юпочка у нее. Такая в сторону шла, длинная. Я освободила тут место для нее. Пусть лежит эта юпочка красивая. Пусть стелится. Как она мне нравится. И это... Ель Глаука Глобоза. Вы посмотрите на ее неоновый голубой цвет. Вот у меня много голубых елочек. Разных, да? И канадская, и колючая, и так далее. И пендула. Но вот Глаука Глобоза, вот у нее особенный цвет. У нее особенный голубой неоновый цвет. Он такой, не знаю, с чем его сравнить, но очень красивый. Очень. Мне даже ребенок, который не понимает ничего, говорит, мама, такая красивая елочка. Такая вот эта вот красивая. Все, что они могут сказать. А это Глаука Глобоза. Цвет фантастический. Правда, выдавала мне лидера сразу в молодом возрасте. Обычно они постарше выдают лидера. Я его вот обрезала, этого лидера. Ну и посмотрим, как она нарастет в следующем году. Гортензия Ливана. Белая гортензия с огромными цветами, которая не розовеет. Не буду ее коротко обрезать. Сделала ошибку в этом году. Все-таки я ее хочу сделать повыше на нескольких ногах. Пусть будет высоким кустарником вот здесь, среди хвойных. Вот мои Дегрут Спайр. Пересажены летом. С другой части сада. Вот такие узкие колонны. Им уже 10 лет почти. Ну да, что-то около этого. Может 8 Дегрут Спайр. Вот они какие узкие. Дальше. Здесь моя крошечка. Очень красивая. Санберст. Очень долго держала свой прирост вот этот ярко-желтого цвета. Но в самом деле долго. Мне кажется, все лето до августа. До середины августа точно. А потом позеленела. То есть это сосна достаточно декоративная. Ну я купила ее, видите, как прививочку. Сразу убрала вот этот подвой, который сверху возвышался. И все хорошо. Растем. Гортензии здесь стоят временно. Пока подрастает моя лиственница. Это лиственница европейская. Пендула. Очень быстро растет. Есть сизый налет. Мне даже сказали, что возможно это Стив Виппер. Не знаю. Не знаю. Пришла с Польши как лиственница европейская пендула. Самая, что не есть, простая. Ну да, у нее такой сизый налет. Буду как бы называть ее так, как покупала. Не буду ей приписывать каких-то других имен. Пусть все будет, как будет, друзья. Но приросты в этом году фантастические. Влюбила она меня в себя. Это что-то. Ну вот, гортензии. Гортензии. Так выглядит клематисо цветает. Здесь малютки в ногах растут. Это красавица сосна Мари Бригон. Ежик. Я бы ее назвала ежиком. Потому что, ну такая уже игла. Такая игла. Не видно ни сердцевинки, ни почечек, ничего. Вот все она, как ежик, скрывается, прячется под своими колючками. Вот она какая большая. Это уже два сезона она у меня открывается в саду. Колючечка моя. Колючка. Что касается еще лиственницы европейской, друзья, вы видите, как я ее подвязываю. У меня здесь опора. Мы сразу установили сильную опору, такую треногу высотой где-то 3,5 метра. Я один побег вот такой вот сразу подвязала к опоре. И вот он выдает и уже и боковые приросты, и вот тянется вверх. Он по мере роста я подвязываю. Видите, как в следующем году вот этот побег утолстится и выдаст много новых вот этих плокочек вниз. И таким образом я свою лиственницу увеличу. сделаю ее здесь таким ярким акцентом, красивым пятном. Гортензия, конечно, все уберу пока стоят. И вот, знаете, вот тут гортензия стояла у меня. И вот за нее, в нее уклонялась вот эта веточка и стала расти в сторону, прям туда, в другую сторону. Видите, как малейшее препятствие, и она меняет свое направление. Здесь у меня веймутовая сосна макопин. Красотка-прекрасотка. Боже, когда ты уже вырастешь, два года растет у меня. Два года распушилась. Она дает два прироста. Все веймутовые сосны, они вот имеют такую иглу, как щеточка, не похожую ни на что, ни на какую сосну. Даже кажется, что это что-то не настоящее, а искусственное. Ну вот, подрастает. Правда, она в тени розы. Мне кажется, ей мало света. Но такая пышечка. Нет у нее центрального какого-то проводника. А растет и таким кустиком. Здесь роза, пока еще есть роза. Но, наверное, она уже налегает на другие мои растения. Будем убирать. А вот еля крокона тоже. Сильно она-то быстро и не растет. Юпочки только ее увеличиваются. А она сильно-то и не растет. Я-то думала, здесь быстренько стартанет елочка. А нет. Голубой шланг. Кажется, портит всю картину. Но мы спускаем бассейн. Еще его не убрали на зиму. А это ель канадская хинеформис. Посмотрите, какая голубая красивая подушечка. Шарик у меня такой суперский. А поначалу, когда сажала, то тоже был какой-то центральный проводник. Один что-то выстрелено. Непонятно. Один такой длинный-длинный. Я его убрала. И все. Больше такого не было. Красивая. Вот еще одна моя туя спиралис. Эту я покупала целенаправленно. Поэтому благодаря пересортам у меня не одна спиралис, а три. Ну, когда-то тоже думаю оголять ножку. Пока для зелени оставляю всю массу зеленую. Всю массу. А потом, конечно, ножку буду оголять, чтобы вот сосны на штамбе могли расти. Это бомбина сосна. Вот она уже другая. Смотрите, она показывает свою сердцевинку и почечки. Туя Форева Голди. Меня спрашивали, где она у вас, где. Да, есть она. Что-то она не хочет расти у меня совершенно. Хотя относится к складчатым туям. Я сажала ее с открытой корневой системой осенью. Дает, конечно, прирост. И выросла она за два года. Ну, раза в два так точно. Я ожидала большего роста от нее. Ну, что ж, как есть, друзья. Здесь потеснила одну гортензию. В горшок переехала у меня. И хотела вроде как самарскую лидию сюда посадить. Но нет. Поедет она в другую часть сада. Здесь еще одна елочка. Это ель восточная Ауреа. Вот она такая желтая. Всегда увидите. Это фантастика. Это просто-то елочка. Я в нее влюбилась. Да, это полноразмерная большая ель. Можно как-то сдерживать. Если есть желание, можно не сдерживать. Но вот этот ее красивый цвет. А особенно, когда она дает молодые приросты. Это невозможно красиво. Невозможно. Вот зелененькая обратная сторона. Все, что на солнце попадает. Вот желтенькая. Мне кажется, есть еще налет. Очень яркий. Заложила много почек. Я думаю, стартанет. Хорошо стартанет. В следующем году. Здесь, я думаю, пусть занимает все место. Ей должно хватать. Ну, я думаю, до двух метров пусть дорастет. Когда это будет, я думаю, не скоро. Пусть растет. Ну, а здесь, друзья, продолжается мое творчество. Ой, привет! Кто пришел? Малыш пришел. Я говорила и показывала, что вот посадила сосны свои на газоне. И хотела ставить это все так. Но нет. Объединяю. Вот что у меня получается. С краю будет лиственница блюдварф. Подсадила сюда еще новенькую сосну. Веймутову грек. Она растет шариком до 80 сантиметров. Таким плотным, красивым шариком. Низеньким. То есть на передний план у меня низенький шарик. Ну и вот дальше. Уже такие более высокие растения. Стоит гортензия. Ну нет. Гортензии здесь не будет. Здесь должен, по моей задумке, стоять камень с злаком. Ну, посмотрим. Видите, вот лопата. И вот такая вот картинка, друзья. Прошла с вами по одной маленькой части своего сада. Здесь когда-то был розарий. Ну, а сегодня еще, конечно, эта клумба не доделана. И она будет меняться. Еще очень много здесь работы. Но вы видите уже изменения. Много хвойных новинок, которыми я любуюсь. Вот подхожу, сажусь и смотрю. Например, вот эта ель. Колючая. Как она там? Валбрун. Была зеленая. А стала сизым оттенком. Да, малыш? Идет, идет. Привет. Ой, зевает еще. Не проснулся. Красивая елочка. Карликовая. Приросты дает салатовые. В начале лета очень красиво смотрится. Это канадская ель. Вот пропустила тоже ее. Покупка на новогодние распродажи. После нового года. Вот такая уже высокая, большая. Не сказала про этот почвопокровник. Тоже посадила его. Так, для зелени. Вот разрастается. Это берескет форчона. Красивый тоже. Вечно зеленое растение. На зиму окрашивается в розовый цвет. Очень красиво. Как оно так меняется? Я не знаю. Природа это. Это что-то. Что-то. Необъяснимое. На этом буду заканчивать, друзья. Всем хорошего дня. Отличного настроения. И до встречи.